Привет, ребята! Начинаю новый влог! А ещё я вам хотела рассказать новости из мира блогеров. Это просто дичь, это просто дичь! Вы представляете, из-за того, что... Я думаю, всё-таки это из-за вируса, из-за того, что всё закрыто, никто ничего не покупает, все экономят деньги и всё такое. Из-за этого стало намного меньше рекламы на Ютубе, именно вот этих вот рекламных вставок и всё такое. И они стали, мне кажется, дешевле стоить, потому что мы с Кариной просто с этого офигеваем. Я понимаю, почему всё так. Видео, которое я выставила там недели-две назад, и видео, которое я выставила 3-4 месяца назад, и они одинаковые по просмотрам, по времени, по длительности одинаковые. Там, наверное, примерно столько же рекламных вставок я сделала. И я смотрю, просто и такая большая разница в заработке с рекламы на Ютубе. Это просто жесть вообще. Я не буду вам называть точные цифры, но я скажу примерно, что разница в два раза в деньгах. Это просто вообще жесть. Мусора нам придётся собрать много. Есть даже варик такой вообще поехать на машине, потому что не хотела быть так много. Вчера мы купили большие пакеты, 90 литров, хотя мы хотели взять больше, но больше не было, к сожалению. В общем, мы приняли такое решение. Взяла старый Вивенин корм для щеночков. Но в Москве оставался. Хочу его там высыпать неподалёку, чтобы собачки приходили и кушали его. Видите там сзади собаку? Мы сейчас уже сходили на мусорку, всё выкинули, зашли обратно в двор наш, чтобы оставить там эту мусорку. И решили прогуляться, сделать кружочек по даче, потому что мы так толком здесь и не гуляли. Вот. Сейчас хорошая погода, потому что нет ветра. Вива даже наконец-то пописала. Сфотка новостей. В общем, мы пришли домой. Вивена в экстазе. Она очень рада. А почему мы пришли домой так рано? Потому что начался дождик. Вот так вот. Зато Вива два раза в туалет ходила. Все дела сделала, какие можно было. Мама так рада. Завтра или послезавтра мы поедем на даче к нашим родным. Самое интересное, что до Славиной дачи ехать час отсюда и до дачи, где моя мама тоже ехать час отсюда. И это кайф. Типа мы находимся посередине между дачами. Очень удобно. В общем, сейчас я размораживаю мясо, чтобы его сегодня пожарить. Сейчас надо будет порезать лук. Все такое. Вот. Это будет наш обед и ужин. Ну, уже ужин, скорее всего. Слава будет сейчас делать макарошки. Я сделала гречку, чтобы у нас было много гарниров на выбор. Итак, ребята, показываю вам наш идеальный ужин. У Славы макароны, которые он хотел. Сейчас еще туда он мясо накидает. Вот этого, от которого даже пар идет. Посмотрите. Просто домашняя сказка. Сейчас вот у нас еще салат. Это мое. Гречка. Слава ее не хотела. Хотела макароны, поэтому... Кайф, супер, обожаю гречку. Сверчанах, конечно же. И Вивена. Ты будешь вина! Конечно. Итальянский продукт. Итак, ребята, как вы могли догадаться, я приехала на другую дачу, к маме. И сегодня я вам буду показывать баню нашу внутри, потому что она готова. Остались только какие-то детали, ну и, понятное дело, мебель. А так мы уже в ней вчера парились, и это было просто офигенски. Итак, сейчас мы с Вивеной идем к Карине. Уже темнеет. Сегодня весь день я помогала маме с уборкой. Вчера тоже самое. Я не крашу сейчас здесь. Вот. Но завтра, скорее всего, буду краситься. И красиво вам что-то расскажу. Может быть, не знаю. Настроение у меня очень спокойное. Спина немного болит. Уставшая от всей этой жизни. Я иду к Карине пить ее кофе. Карин! Привет. Порадуйся. Блин, у нас такая стрижка еще меньше стала, и надо, конечно, побольше казаться. Наконец-то с другом своим увиделась. Манетизация, манетизация. Ну, рассказывай. Чете, на каком молоке она обычно? Попей у Лютика водичку. Вау, брат. Мама. Моя любимая. Знаешь, что самое тупое? Я же обожаю свою квартиру. Я же там недолго живу. Да, да. И я долго ныла, что я там хочу пожить долго. Но теперь, пожив тут, ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь переехать. Просто главное, чтобы тебе было уютно. Пойдем, что ты сладкий, да? Это, конечно, да. Но я другое хотела сказать. Я хотела сказать, что очень, типа, тупо и странно, что я так спокойно живу здесь, потому что я не наслаждаюсь своей квартирой. И хоть я наслаждаюсь своей дачей, но все равно. Это же так странно. Главное, чтобы я потом не грустила. Зато с каким кайфом ты потом вернешься в Москву. Да, но мне здесь очень нравится, поэтому я не хочу. Я вообще очень рада, что ты приехала на дачу. Потому что, когда есть дача, реально, и нету привязанности к тому, чтобы сидеть в Москве, как работа или что-то еще. Я вообще не вижу смысла. Тебе сидеть там. Да не, в Москве тухло, конечно. Это ты мне это предлагаешь? Ну, у меня нет. А вдруг я с собой унесу? А, что, посидим там же у деревьев, как сидели? У меня, короче, я же себе купила кофемашинку в Новый год. Да. А ты сейчас. Да. Мы купили с тобой одинаковое количество капсул. Я хочу тебе сказать, насколько тебе хватит капсул. Продолжай. Вы уже все выпилите? Ну, осталось. Ну, у вас кто пьет? Мамос и я. А, ну, как и мы. В Москве приходят, ты приходишь. А, ну, у нас не так. У нас мы только со Славой. Давай февраль, март, апрель. Ну, считай, за 4 месяца 250 капсул, да, по-моему? Короче, за 4 месяца все капсулы, они разлетятся. Я заказала себе еще капсулы. Стой, стой, молоко по... Вот так. 400 заказала? Нет, заказала я себе 250 капсул на 10 тысяч рублей. Это надолго хватит. Мне Маша посоветовала новый вкус там какой-то появился с ванилью. У нас есть ванилью. Вкусно? Ну, мне, честно говоря, как-то... Учитывая... Нет, знаешь, без сахара тебе, наверное, понравится. Но из-за того, что я добавляю сахар, я такая думаю, ну, что-то как-то... Не знаю. А еще у нас же есть разные со всякими вкусами. Тоже там карамель какая-то еще что-то, шоколад, трюфель, что-то, шоколад, трюфель какая-то такая. Да. Вот я тоже взяла, только я без шоколада трюфеля другие взяла. Ну, короче, суть в том, что... А есть обычные, прям вот синие, зеленые там какие-то, без всяких... Ну, без добавок, типа, какие-то обычные. Не знаю. Не помню, с чем они. И вот они даже... Мы их сначала не тратили, напоследок оставляли, типа, как самые обычные. Типа фу. А в итоге мы их тоже пьем, и очень даже вкусные. Ну, короче, все вкусные, на самом деле. Не могу сказать. А без кофейного и не брали? Нет, по-моему, мы не брали без кофейного. Хотя, может, и брали, по-моему... Фиг знает, я не помню. Мы просто кучу всяких набрали. Чего, Вивочка, тебе кофе нельзя, моя булочка? Кофе-то нельзя, мам! Почему я себя не снимаю? У меня нет ресниц. Ну, здесь, на самом деле, не знаю, не прыщи, но... Сейчас все закрыто, самое прыщавое. Можно вот так снимать. Если вы не верите тому, что у Юли жесть с лицом, и то, что почему она, типа, вам постоянно во блогах это рассказывает... Моя мама вчера, когда ее увидела... Что с тобой, Юлечка? Да. Она так испугалась. Не в плане Юлиного вида, а в плане того, что она никогда не видела на Юле такого количества прыщей в одном месте. И на самом деле я и Юле говорила, что, ну, действительно, мне очень боязно за нее. Надо обязательно ко врачу сходить, потому что, реально, за годы дружбы я такого около твоего подбородка никогда не видела. Да вот у меня за две недели, я не знаю, за чего. Я знаю, это ужасно. Просто у меня резко... Ну, знаешь, сейчас как будто лучше, чем вчера. Вчера у тебя, видимо, были какие-то покраснения. Цинковая паста помогает. Мне реально помогает. Мне подписчики тоже советовали. Я когда в аптеку зашла, не было. Я когда просыпаюсь, у меня как будто вообще кожа чистая. Ну, типа, видно какие-то неровности, но, типа, помогает. И понятно, еще цинковая паста, она белая, она как бы подсушивает. И когда я умываюсь, уже видно, что там есть покраснение. А цинковая паста, вот эта вот... Сколько тебе? Такую три, наверное. Я купила себе сахарозаменитель. Ого! Прикинь, оказывается, сахарозаменителях нет калорий. Поэтому... У меня бабушка с кофе сахарозаменитель. Вот такие таблеточки пш-пш-пш-к нажимаешь, и такие кружочки вылезали. Это стивия. Буду пробовать. Но не в кофе. Не знаю, куда. Может быть, в выпечку. Хотя мне и так нормально. Один. Продолжай, пожалуйста. Два, еще. И еще одну маленькую. Вот так. Заканчивай пить сахар. Тебя бабушка. Тогда мне надо вообще все закончить. И свою карьеру, и свое настроение. Кстати, я видела... Читала комментарии сегодня по твоим... Макдоналдс? Макдоналдс. Все так радуют меня. Я тоже так радовалась на самом деле. Это реально. Это как... Я даже не знаю. Это как если бы с тобой начал сотрудничать... Взял рекламу. Да не Макдоналдс. А, например, то, что... Ну, понятно, что любишь. Кто вообще не любит? Даже бабушки, дедушки любят. Хоть иногда, ну, скушать какой-нибудь бургер. Для меня, например, Макдоналдс... Это была такая реклама, типа, наконец-то. Они ко мне пришли. Да, и мне так кто-то написал, наконец-то ты его рекламируешь не бесплатно. Это очень смешно. Ну и вот, скажи ты, вот если не Макдоналдс, ну, поскольку ты его тоже любишь. Да. Кто бы вот к тебе обратился такой вот, что ты реально сама уже много лет про это говоришь, это любишь? Ну, как Макдоналдс. Ну, вообще, таких очень много компаний, так же, как у тебя, в принципе. Ну, да. Только одну компанию любим какую-то. Ну, у меня много таких случаев было. Всякие компании, например, я ими пользуюсь, люблю, и я, типа, тревел-блогер, поэтому мне супер приятно, когда сотрудничали. С Макдоналдс я тоже сотрудничала, просто очень давно. Ма, скажи ему. Да ладно. Мам, скажи папе, чтобы перестал. Это мне напоминает, господи, как же это называется. Пинет-баттер. Масло это. Да-да-да-да-да-да. Ореховое, нет? Паста. Вкусно. Хочешь? Да нет, кушай. Ты же столько заказывала, так хотела их. У меня много просто. Ну, ты же их больше любишь, я тебе оставляю. То, что как друг могла забрать. Я заказала себе противного батончиков тысяч на 15, наверное. Круто. Их там очень много, и мне хватит типа на месяце 4. Я же ем типа один день. Просто, к сожалению, когда покупаешь протеиновые батончики онлайн, ты не можешь купить один. Ты обязан купить пачку. 12-15 штук. Я заказала себе разных фирм, всяких разных протеиновых батончиков. Они сейчас в Москве уже все. Мама, когда поедет, приведет меня. О, прикольно. Так, по поводу брендов. Ну, вот я бы обрадовалась, если бы, например, Лексус со мной поработал. О, да. У тебя он. Но я знаю, что они могут поработать, посотрудничать. Но, к сожалению, те условия, которые они могут дать, те варики приятные, скажем так, они мне не совсем нужны. Потому что они могут мне дать машину покататься на две недели, месяц. Но зачем, если у меня и так их машина? Вот если бы они сказали, давай, ты, короче, свою оставляешь у нас, а мы даем тебе новую модель. Ходит булочка. Я бы им сказала, давай. Ну, да. Но я тебе так скажу. Я работала с Лексус, и для меня это большое удивление. У тебя классный был проект, я помню. Я тебе так скажу, денежный проект. И я реально чуть ли не плакала, когда всё это случилось. Потому что, когда тебе платят денег, ну, типа, там было столько, что чуть-чуть добавишь и купишь их машину. А там уж сами гадайте, сколько. Вот. Ну, да. Поэтому я вообще в шоке, что это возможно. И поэтому я думаю, что, возможно, и в твою сторону просто, ну, типа, надо ждать. Да. У них часто бывают всякие пресс-туры. Ну, вот, кстати, нет, ну, я понимаю, вот это такое сотрудничество. Я говорю, например, о таких желанок, типа, как если бы мы махнулись тачками, типа, я им свою старую, они мне новые. Если они тебе заплатят, ты можешь взять и купить себе новую тачку. Да, в целом-то да. Но почему-то тут, типа, вопрос именно не денег, а именно махнуться, знаешь? Это когда, вот иногда тебе нужен именно бартер. Тебе не надо, чтобы тебе что-то платили, а вот ты хочешь именно, чтобы был какой-то крутой бартер, скажем так. Да, я понимаю. Но ты можешь, знаешь, как сделать, когда ты реально соберёшься продавать свою тачку, написать им, у нас же есть контакты. Да. И сказать, типа, давайте я вам сдам мою машину, добавлю денег, вы мне сделаете огромную скидку, я сделаю вам рекламу. И взять какую-то классную тачку, потому что бесплатно они тебе точно не дадут без доплаты. Крутую машину, если ты свою даже сдашь, мне кажется так. Ну да, но если я свою сдам и, например, хочу новую, получше, и всё такое, то это миллиона два с половиной где-то надо добавлять. Ну да, может, они тебе миллион скидку сделают. Ну, может. Всё, послание в космос отправлено. Давай-давай. Я ещё не смотрела твой влог. Это где я плачу? Ну да, где ты плачешь, где ты про Регину Тодоренко говоришь. А ты что сказала, то, что мы с тобой обсуждали? Не, на самом деле я немножко, не то чтобы поменяла своё мнение, мы сегодня с тобой, я второй раз посмотрела то, что она сказала. И я как будто немножко ещё сильнее услышала, что она сказала. И поэтому я теперь не так отношусь к этому, как раньше, потому что я в своём влоге сказала, что, типа, наверняка она просто ошиблась. Скорее всего, она не имела это в виду. Но сейчас мне кажется, что всё равно как бы она не ошиблась, у неё странное мнение. Ну ты вообще рассказываешь о том? Ну, если ребята не знают, ну, мне кажется, что все об этом знают, но всё равно некоторые могут быть не в курсе. Регина Тодоренко, я думаю, вы её знаете. Да все уже знают, господи. Она не очень корректно высказалась по поводу домашнего насилия. Точнее, она сказала что-то типа, а что там женщина сделала для того, чтобы этого не было. И я думаю, что, я уверена, что она не имела в виду что-то плохое. Но проблема вся в том, что она сказала это очень неправильно. То есть тут даже если как бы думать о том, что она плохого ничего не имела, вся её формулировка, она как бы... И мы говорили как раз о том, что нужно думать, что ты вообще говоришь в интернете, как ты формулируешь свои слова, потому что ты можешь сказать, что ты, ну, вообще, наоборот, хорошая, а люди это поймут как плохое. Как с Лерой Любарской было, когда её тоже все гнобили за её высказывания. По сути, она сказала правильные вещи, но мерзко, грубо и непростительно, ужасно, короче. Вот. Ну, я до сих пор в шоке с этого, да. Просто понимаешь, что одно дело, когда ты даёшь интервью, а другое дело, когда ты пишешь сториз, пост. А это одно и то же. Ну, как одно и то же? У тебя есть время подумать. Когда написала пост, она это сделала в том-то и дело сразу после аварии за пять минут. Она запостила на, типа... На нервах, на адреналинах. Ну, я понимаю. Ну, просто у меня тоже много раз бывало такое, что я вся злая или там что-то такое хочу записать, значит, ну, выставляю и понимаю... Ну, точнее, не выставляю, а записываю сториз, смотрю их и понимаю, что нет, это жёстко. Да, это жёстко. И удаляю. Да, мой хороший, ты погуляла уже? Ой, мама тебе сейчас на ручки возьмёт. Ноги-то нибудь все грязные, да? Ну, ничего, мама тоже сделала. Подруга это когда-то, она снимает себя так, чтобы прощение было видно. Любые ракурсы. Брат, всё, всё для тебя. Спасибо. Ну, такая собачка вот, ну и в тепле. Что делаешь, рассказывай подробности все. Рассказываю. Короче, готовлю плов. Сейчас у меня там морковка тушится. Что, зачем идёт? Во-первых, что это за фигня такая? Такая, к которой ты готовишь. Ты же казан, ну, близко не подноси, а то искренне летят. А, да, вижу. Сейчас у нас обжаривается морковка и лук. Вот. Я хочу туда добавить специи. Тут у меня намешана зира, куркума, мелисунели, соль, перчик. В общем, вот такая вот гремучая смесь. Немножко добавлю в морковку. Так. Ну, потом перемешиваем. Ты же раньше так не делала. Вы же не делали так плохо раньше. Почему я уже давно такой плов делала? Ну, давно, но я помню, у нас такого раньше не было. У нас столько вот. Здесь, на даче. Как не было. Я постоянно плов готовлю. Ну, сколько лет? Ну, сколько уже, года три точно. Я уже спец по плову. Что дальше? А дальше можно съесть сырочек. Это вчера шашлык. Да, его осталось очень много. И я решила, что добру-то пропадать. Вот. Нифига, он крупненький. У нас ничего не пропадает. Тем более, мясо очень вкусное, хорошее. Аркаша вчера жарил шашлык. Что-то очень много мы нажарили. Сколько не съели. Вчера, кстати, первый раз парились. Наши вани. Я уже сказала чуть-чуть об этом. Да, было офигенно. Мебель довезут, докупим. И кайф. Мы уже диван сейчас туда притащили. Да ладно. Самое интересное, что вы уже купили кровати туда. Их осталось только собрать, и можно будет вообще уже жить. А что там осталось, расскажи, пока мы тут не в часе. По мелочам на самом деле осталось много. Плюс еще в предбаннике там еще плитку будет, клинкерный кирпич кладем. Но самое сложное все-таки уже сделано. Ну да. То есть остались такие где-то чуть-чуть черновых работ. Хотя нет, там еще дофига. Да не, ну на самом деле там, конечно, еще работы много. Но жить там уже можно. Такая красота. То, что вы видите, шпаклевка. Я вам уже в других видосах с этой дачи рассказывала, что потом мы это будем все заделывать. Просто сейчас это не первая необходимость. Сначала хотим внутри это делать. А так там вообще столько изменений. Скоро покажу, с ума сойдете. Ай, это-то какой красивый стоит. Вот. Вот так мы заложили чесночок. Какой запах. Обалденный. Да, Вилочка с ума сходит. Сейчас будем рис выкладывать. Сейчас кипяток, чайник скипит. И сначала выкладываем промытый, хорошо-хорошо промытый рис. Его надо промывать до тех пор. Пока вода будет совершенно прозрачная после него. Ага, жесть. Ну ты молодец, рукодельница моя. Ой, как вкусно плахнет. Так. Сейчас мы с тобой положим сюда рис. Ты его уже промыла, да? Да. Вот так мы выкладываем рисочек. И, кстати, лучше брать пропаренный. Получается хороший. У тебя какой-то свой ингредиент? Ну, не знаю. Каждый раз делаешь по-разному. Обычно я же делаю из свежего мяса, либо из баранины, либо из свинины. Кстати, вот недавно мы из курицы делали. Очень получился вкусный плов. Сейчас у нас шашлык. Вчерашний. Но тоже будет классно. Я уже так делала. Аккуратненько начинаем ливать водичку. Чайник горячий, только что скипел. Ого-го-го. Это приправы? Ну, так, конечно. Мы же сюда с тобой приправы-то положили уже. Сейчас еще положим. Сейчас будем пробовать на соль. Офигеть. Вот столько ушло у нас. Вот такой чайник, да? Ну, не полный, конечно, вот. Сюда. Кипятка. И оно все испарится, вода, да? Абсолютно. Не будет никакой воды. Сейчас мы попробуем на соль. Перемешивать его не надо. Это я только сверху вот так вот чуть-чуть. Вот что вы. Да. Соли надо еще. Так что вот приправа наша, которая осталась. Мы ее сейчас всю сюда доложим. Потом еще раз попробуем на соль. Мама уронила сыр. Да, случайно. Если бы здесь была муля, мне не пришлось было поднимать соль. Если бы Вива стояла внизу, а не на диване. Мне нельзя такой сыр слишком соленый. Ты ей это скажи. Вива, тебе нельзя такой сыр. На маленькую сырочку. Да, конечно. Не, он соленый для нее. Бабушка потом уберет мой жидкий стул. Нет. Итак, ребята, вот мы добрались до бани после того, как мы сходили в гостям. Вчера у нас тусили, сегодня у них потусили. Вот мы пришли. Диванчик ставили все вместе. Старенький наш. Ничего, он еще проживет тут. Ну да, пока все закрыто, потом уже закажем. Вивочка, а ты сиди и смотри. Если что, прыгай, если смелая. У мамы есть веник, в который мы вчера парились. Натопили немножко, чтобы тепло было. Это парилка. Мы вчера в ней парились. Было просто офигенно. Вот так мы вчера с Кариной сидели. Я вот так вот сижу, а она вот здесь. И мы с ним вдвоем тут сидим и болтаем. А потом выбегаем. Потом вот так вот выбегаем. Не дергай. И вода. Так, здесь у нас такая импровизированная пока шторка душевая. Вот это как бы у нас душ. Да, вот это. Но это пока временно мы повесили. Потом это сейчас закрыто, ничего не закажешь. Да, еще тут ни полочек, ничего нет. Сейчас когда все магазины откроются, все мы купим, все поставим. Выбирать можно было. Да, вот это, конечно, офигенное ведро. Брызнем? Нет, не надо. Здесь сейчас сухо. Вот, мы решили чуть-чуть подтопить, чтобы просто было тепло. Хотя у нас здесь отопление. Вот. Камушки вообще шикарные просто. Красивый, да, зеленый? Да, я думаю, завтра еще попаримся. Смотри, поднялся. Ну, он зеленый, но сейчас почему-то камера, наверное, цвет не передает. Он такой серый какой-то. На самом деле он зеленый, да. Это камень змеевик, я уже говорила. Я бы не сказала, что он зеленый. У нас модный кран. А что оттуда, кстати, мы с Кариной вчера думали, какая вода? Холодная вода. Ага. Но это вот в это ведро, на самом деле, да? Там еще где-то медный ковшик был на камушке. У нас же здесь все... Вова нам показала так. Открываешь, сюда заливаешь, и там начинается процесс. Берешь веник, воду макаешь. Сюда еще ставят ковшик с травками. Ой, там уже горячо все, да. С травками ставят ковшик. Кстати, где пульт, наверное, тоже у него? Нет. Потому что соль у нас цвет меняет. Вот такие у нас цветенечки. Вообще балде. Так. Можно цвета менять. Цвета музыка. Можно поставить, чтобы он сам танцевал, чтобы оттенки синего были. Так. Вот, сейчас так вот идет по-другому. Но самый красивый, на самом деле, это белый. Где он там белый? Вот. Вот это самый красивый, мне кажется. Он такой, как будто бы там окно. Конечно, эти цвета... Еще зеленые, смотри. Да, но этот, мне кажется, он самый такой красивый. Как будто бы там окно какое-то и просвет такой. А вот и ковшик. Вот, какой ковшик. Какой красивый, да? Медный ковшик, да. Мы им поливаем камни. Красота. Вообще у нас тут уже жара, тепло. Ева сейчас пойдет в ваню без мочалки. Очень нравится плитка. Она шершавая, чтобы на ней не поскользнуться. Но когда она замокает, она вообще по-другому выглядит. Она более яркая, да. Сейчас она сухая. Когда она сухая, она выглядит так. Вот когда она сухая, она выглядит как вот этот пол. Они идентичны. Но если ее намочить, она будет отличаться. Да, тут у нас еще пока, конечно, мебели совсем нет. Ничего, скоро будет. Надо показывать все, как было, чтобы потом смотреть, как стало. В этом же и смысл. Туалет покажу. Давай расскажем, что где будет тоже. Тут туалет у нас. Вот, смотрите, какая плитка, да. Вот эта плитка будет везде, где вы видите вот это. Шпаклевка. Тут везде будет вот такая плитка красивая. Тут еще не убрано. Ну да, это мы еще мыли, стены тут много всего мыли. Тут у нас висят котлы. На самом деле это горячая вода и котел отопления. Ну, скажу, что к чему. Да, вот тут всякие вот эти шкафчики. Тут полная разводка. Так, там у нас накопительное давление держит. Здесь будет фильтр, который будет очищать воду. Чтобы не было железа. Как бы раковина будет, да, зеркало. Мы пока повесили временно. Почему плитку не сделали? Там окошко. А тут щиток. Вся электрика, да. У нас жарези будут, чтобы не думали. Обязательно, да. А то я тут сяду, такая там гость. Здесь у нас спритбайник. Тут будет тоже классная. Это наша дверка. Мы ее наконец-то наполовину, правда, еще не всю распаковали. Наша беговая дорожка. У нас тоже есть модная, классная. Даже массажер ног. Что тут у тебя будет, мам? Там шкаф будет. Шкаф. Здесь будут дверцы, да. Здесь будет шкаф, полочки. Ну, короче, место хранения под лестницей очень большое. Сейчас мы с вами пойдем наверх, на второй этаж. Посмотрим, что там. Очень нравится. Кстати, вот это все тоже будет по-другому выглядеть. Будем это оббивать. Вивочка пока боится подниматься. Ну, не бойся, мой хороший. Не надо бояться. Сиди там, жди маму. Вот такие перила красивые. Это детали кровати. Тут уже лежит два матраса. Один большой. Сколько один? Один. 200-180. Метра восемь на двести, да. Второй чуть поменьше, метр шестьдесят. Ага, ну нормально. Останется кровать в этой комнате, ее еще не собрали. А который метр восемьдесят, он пойдет в ту, побольше. Короче, вот. Еще тут будет по диванчику стоять. Да, в каждой комнате будет одна кровать с матрасом и диван. Ну, да, гостевой такой. Ну, тут, кстати, смотри, тут дофига места. Тут еще какой-нибудь поместится комодик, там еще что-то. Нет, комодик вот там у нас будет стоять. И телевизор вот здесь вот будет. Телевизор? Да. Нормально. Интернет, все проведем. Круто, так что вот тут, конечно, хоть это и баня, но, знаете, мы решили, что у нас всегда родственников, гостей много. Пусть сразу тут будет где и поспать. Пока мы еще плюс ко всему дом не достроили, внутри ремонт не доделали, тут можно будет уже жить. Тут такая же комната. Тут такая же фигня, но еще тут в процессе шлифов. Твоя жезда уже здесь была, прикинь. Да ладно. Она поделась сама сама. Конечно, она же маленькая. Да муля если поднимется. Вон, смотри, смотри. Очень мой маленький. А как ты спускаться будешь? Она спускалась спокойно. Ты сама спустилась. Мама сейчас заплатит. Ну покажи маме свои способности. Только не упади, я тебя умоляю. Мама тебя поймает. Да не, я поймаю. Ты что? Станет? Да. Ты уже научишься сюда подниматься. Красивые окна. Видали, какие у нас красивые окна? С золотыми ручками. По кайфу, чтоб богато жить не запретишь, понял? Люстры. Чем проще, тем лучше. Минимализм мои хорошие. Тут четыре. Тут шесть, тут шесть. Там будет кухня. Чё показывала? А, нет. Тут вот такая. Она, кстати, ещё поднимается, опускается. Её можно регулировать. Да, ещё тут надо откуда не очищать все грёвы. То есть здесь работа ещё на месяц. Вот здесь стенка будет вообще настолько другая, вы с ума сойдёте, какая она красивая будет. Здесь будет клинкерная плитка. Клинкерная. Да, будет красиво. Плитка? Там одна только. Она же разноцветная. Будет такая, вот такие беленькие. Там же зверенькие. Да, 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 да. Покупали с тобой вместе её. Кремовые будут тёмненькие. Да. Кстати, так красиво дерево, с вот такой, как под мрамор вообще. А сюда столешницу такую сделанную. И туда можно всякие... Да, всё в этом. Да. Кстати, когда тут смотрела, я не поняла, что это такое. И что там? О-о-о-о! Да, насос работает, который подаёт воздух. Очень глубоко. О, в сертик. Вот это оранжевая труба, это вытяжка на улицу. Там есть ещё одна труба ниже. Вон, видишь, там ниже. Там в самом низу. Вон, видишь, труба ржавая такая, широкая. Вот где песок, где песок, это на улицу сточные воды туда уходят. Сточные? Да. Это скважина на 14 метров, мы поймали хорошую воду. Это подача воды на всё, вот она идёт. Вот сюда вот она выходит, сюда копится 50 литров. И побежала по... Сюда мы должны сейчас поставить два баллона очищающих, чтобы отсюда чистая вода шла. Это весь свет разведён, это весь верх, верхний свет. Вот этот автомат, вот смотри, сейчас туда на котёл. Это я включаю отопление. Ага. Это наш котёл. Вот я открываю. Ничего себе! Это у нас тёплый пол. У нас 4 контура и 4 батареи. Ага. Это красная, это всё подача горячей воды. Приходящая, это уходящая, синяя. Конечно, в этом ничего не понимаю. Ну вот полы, чтобы были тёплые, там раскиданы такие трубы, вот эти вот. Ага. Вот стоят ещё два термостата, которые регулируются тёплый пол вот здесь, два контура здесь. У меня собачка наверху, что ли? Мам, забери его, пожалуйста, сверху. Она туда... Ты зачем туда залезла, сумасшедшая? А ей так интересно. Ты зачем туда пошла, а? А ей с собакам интересно. Вот термостат, у нас даже тёплый пол здесь, в сауне. Хотя зачем, да? Тут и так жарко. Почему? Для того, чтобы, вот допустим, здесь такого пола нет. А здесь есть тёплый пол, когда ты зимой паришься. Ты же видела, как вчера здесь жарко было? Очень долго. Даже если ты открываешь форточку, вытягивают полы как-то. Пар, но пол тёплый. Должны подсушиваться. Ага. Сюда основная вода уходит, а пол подсушивается. Да, я сюда забегала с волосами мокрыми, так классно было. Ну, бузить, губы. Поэтому у нас везде стоят контура. В общем, ребята, я накрасилась, наконец-то. Новый день. Вчера мы закончили с вами на том, что я показывал вам баню. Единственное, что я не причесанная. Кстати, по поводу цинковой пасты. Она помогает. Привет, собачка, ты чего такая злая? Ты чего такая злая? Эй, я стою около твоих ворот. Блин, извини. Это чья собака твоя? Нет, моя так не гавкает. Ты не торопилась. За пять минут мама запила мне косичку. Косичку? Да, ты не видишь? Да, везет. Да. Вот бы твоя мама и мне косичку заплела. Она уехала. Ну ладно, тогда мне нужно расчесаться хотя бы и сделать, может, какой-то пучок. Круто? Это круто. Вот я нацепила ресницы на магните. Что ты их не разглядываешь? Жучка. Так, вниз. Ну, их видно сверху. Их идеально все равно не могу приклеить. Ну, видишь? Ну да, хорошо. Типа добавляют. Да. У меня заканчивается косметика. Онлайн закажи. Да, буду заказывать. Потому что штучка, которую я как раз замазываю прыщей, у меня заканчивается. Кстати, тебе надо попробовать тоналку, которая сейчас пользуется. Она так хорошо все замазывает. Будешь скучать? Да, конечно. Да, мы с тобой из-за разного образа жизни, на самом деле, так тяжело дружить, когда у вас разные, типа, циклы жизни. Да. Считайте, я первые пять часов своей жизни провожу без Юли, а потом в 12 я ее кидаю, и пока она бодро в твует, типа она тухнет там из меня. Ну, не, я не то чтобы тухла, мы с мамой болтали. Ну, да. Но имеется в виду, что мы с тобой не тусовались. Ну, да. Странно очень, но я при этом не готова, типа, из-за меня вставать позже. Да, на два дня, которые ты приехала. Ничего, брат, я все понимаю, я искренне старалась встать хотя бы в 11, но почему-то два дня подряд у меня получалось только в час, в 30, в 2. Каждый вечер перед сном я думаю, господи, скорее бы уснуть, мне кажется, я даже спать лучше встала из-за этого и засыпать быстрее. Да, чтобы скорее встать и попить кофе. Хочется опять в Москву съездить, это, знаешь, как в магазин, все никак не закупишься на две недели. Да. Так же и с вещами, и с всем, что находится в Москве. Хочется опять туда поехать и привезти 500 миллионов чемоданов. Так красиво. Прикольная погода, сейчас ветра нет, вообще кайф, расстегнутая еда, очень комфортно. По поводу моих прыщодов, кстати, привет всем прыщавым, планирую все-таки пропить какие-нибудь штучки, типа, может, какой-нибудь лактофильтром или что-нибудь такое. В общем, посмотрим. В любом случае я этого не делала, и нужно попробовать, я приняла от тебя солнышко. Сейчас мы закончатся, что это, сосны, и начнутся ели. Да у нас же на даче тоже есть лес. Короче, решено, точнее я уже это и так решила, что я хочу сгонять в Москву. Без ночевки, скорее всего. Во-первых, чанах. Не нашли, да? Нет. Направо сейчас. Ого. Смотри, вот тут красиво. На самом деле, хороший локейшн для фотосессии. Давай. Я, правда, тут не фоткалась, но деревья так, они тут как будто круче. Надо сейчас пройти туда, смотри, там где деревья. Так, и что еще возьмешь? Вещи возьму, сырчаня, лаваш. Кстати, по поводу лаваша, он, конечно, не такой свежий. Но ты можешь купить прям дофига и, типа, его заморозить. И так он сохраняется. Мама так хранит лаваш. Ну, типа, так все делают. Ой, красиво. Это еще сейчас фигня, что к елке пойдут вообще. Единственное, чего я боюсь на этой даче, я знаю, что здесь дофига змей. Я одну не видела за месяц. Смотри, вот. О, господи, камушек. Это меня напугало. Вау. Просто мне нравится, что елки вот на переднем плане не... Да-да-да, как будто бы их кто-то в Симс. Поставил так красиво. Да, я, например. Прикольно. Сними, как я иду. Я уйду туда вдаль, а ты меня снимай. Как будто мы с тобой не в России сейчас, а в путешествии в Испании гуляем по парку. Помнишь, как мы... На самом деле, вот первый день, когда мы приехали с тобой в Испанию, там же были эти лес, нас привели куда-то. Чем отличается? Всем. Мы были там в каком-то, типа, заповедник, что-то такое. Мы поднимались, я помню, там... Стой так. Обалдишь, когда будешь монтировать. Подожди, можете так сфоткать получится. Это таймер, девочки. Бежим! Давай вот так. Давай. Нифига, там какого-то романтика. Можем поставить, пока они дальше чуть-чуть. О, они что, за руку идут? Да, я об этом говорю. Капец, лет пять. Мы не вас, мы блогеры. Это он говорит, они нас фоткают, мелко подходит. Да, да. Мы себя фоткаем. Да, мы же так всегда делаем, сейчас я приближу к ним. Приближай скорее. Почему эти дети идут за ручку? Суровая реальность. А потом я смотрю мужское и женское. Десятилетняя, забеременела от тринадцатилетнего. Знаю я эти программки. Но мы не хотим оскорбить этих людей, которые идут за ручку. Ничего не подумаете? О, да. Да блин, интернет это такая жесткая тема вообще. Вот реально, ну что ты скажешь? Причем если у тебя такая идеальная репутация, типа как у Регины Тодоренко. Да, Святоша. Да, мать. Путешественница. Орел и Решка. Ну да. Все дела, много разных классных штук. На самом деле, я вот Юле рассказывала, тоже вам расскажу. На мой взгляд, Самбурская написала более мерзкий пост, чем те слова, которые сказала Регина Тодоренко. Но при этом на Самбурскую такого хейта нет, а на Регину есть. Мне кажется, это просто, типа, чем выше ты поднялся, тем больнее падать. Потому что на Уссенбурской, на мою память, нету каких-то супербольших контрактов, где она прям амбассадор, как Регина. И у нее нету крупных каких-то премий. По сути, если бы Регину не лишили двух ее главных амбассадорских контрактов и премий, она бы, ну, не так сильно прогремела. О, коровы, брат! Ура! Коровы. Все, мне чешется спина. Возможно, это из-за психологического моего настроения, потому что, мне кажется, после леса, что у меня миллион клещей в голове. Под музыку? Сама монтирует. В конце ты так, типа... Сохрани! Круто! Это вкус. Вкус осени. Приложуха. Да знаю. Парень, осторожней. Мне кажется, твоя мама тут уже просто столько километров нагоняла. Она же любит гулять много. Не она, Лютика. Но она любит Лютика, поэтому так. Не, не знаю, мне кажется, что она тоже кайфует, потому что, когда она гуляет, она, ну, расслабляется, так знаешь. Ну да, есть такое. Но, блин, на самом деле, собака это идеально для того, чтобы поддерживать себя в форме. Потому что, если ты гуляешь с собакой, то ты постоянно ходишь. Вот я, например, не особо большой любитель просто так взять и выйти погулять. Но собака обязывает. Поэтому, если хотите похудеть, это я худеющего человека к тебе в лоб с ее просто. Завидите себе собаку. Ага. Блин, вот как? Оно так приросло к земле, но ветер его сломал. Как это возможно? Да, всохлость, наверное. Корни, прикиньте, дерево упало. Меня удивляет, я здесь месяц, почти каждый день хожу по лесу, и ни одного зверька не увидела. А кого ты хотела тут увидеть? Ну, хоть кротика, хоть ежика, хоть зайчика, хоть лисичку. Ну, точно не волка, не медведи. Может, их здесь и нет. Не, мне кажется, их тут нет. Но вот ежики и лисы могут быть, сто процентов есть. Интересно, где они? Вот бы хотя бы ежа встретить, а я мечтаю лису увидеть. Главное увидеть лису, пока я здесь без Лютика. Потому что я испугаюсь очень за жизнь моего солодушки. Ну да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну что ж, ребята, всё, мы уже уезжаем с дачи. Я покушала плов, салатик у мамы. И мы с Вивьеной едем в путь. Ехать нам час пять минут. Слава уже едет на дачу, так что, думаю, возможно, даже он будет раньше. Хотя, фиг знает. Посмотрим, как дорога, да, Вивчик? Поэтому, ребята... А ещё я сняла реснички на магните. И хочу вам сказать спасибо большое, что смотрели этот влог. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что он был клёвый. Такая другая, без этих ресничек вообще же. Скоро буду ходить вообще без ресниц. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok